Кручу-верчу, блин получить хочу. Открыла для себя секрет тоненьких вкусных блинчиков. Пекла вчера, пеку сегодня и завтра буду печь. В миску вбиваю 3 яйца, добавляю 2 столовые ложки сахара, чайную ложечку соли и хорошо взбалтываю венчиком. Сильно долго не нужно, лишь бы только все смешалось. Сразу же добавляю к яйцам 1 чашку просеянной пшеничной муки. Начинаю замешивать, постепенно добавляю молоко. Когда тесто стало гладким и однородным, добавляю оставшееся молоко. Общее количество чашка 330 мл. Снова все хорошо перемешиваю. Также, друзья, мне понадобится 1 чашка крутого кипятка. Все отмеряю чашкой одного объема. Вливаю и перемешиваю. Завариваю муку. Вот так вот, ребята. Все хорошенечко перемешиваем. Получилось жидкое водянистое тесто. Так и должно быть. Сейчас добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Еще немного перемешаю. Накрываю тарелкой и оставляю часиков на 8-10. Я обычно это делаю на ночь. И вот, утром достаю тесто из холодильника. На поверхности образовалась вот такая вот водичка. Беру и размешиваю хорошо. Все, друзья, можно выпекать. Сковородку на огонь. Перед первым блинчиком смазываю растительным маслом или салом. По старинке, ребята. Помните, наши бабушки очень часто использовали этот метод. Но и тут, друзья, все как по накатанной. Размешиваю тесто. Наливаю. Кручу-верчу. Блин получить хочу. Друзья, не знаю, как это происходит, но блины получаются после этой выдержки просто обалденные. Тоненькие, эластичные, ажурные и очень вкусные. Когда краешки подрумянились, блинчик переворачиваю. Они прекрасно снимаются, выпекаются. И просто очень красивые и вкусные. Ставьте лайки, друзья, за такие красивые блинчики. Еще 30-40 секунд и можно снимать. Ну все, друзья, можно пить чай. Блинчики получаются эластичные, очень красивые, с хрустящими краешками. И вот так вот варенье. У меня груши на молоке. И с чаем. Вкусно. Это очень вкусно. Я не знаю, что происходит с этим тестом за ночь, но блины получаются просто потрясающие.